Всем привет! Меня зовут Алекс и это канал Alex Kinder Toys. Сегодня будет обзор страшно интересных настольных игр Zombo и Zombarium, производитель Confitrade. Они продаются эксклюзивно в сети кипермаркетов Лента. Будет жутко интересно! Поехали! Начнем с игры Zombo. Красиво оформлена коробочка, особенно мне нравится как сделана надпись. Внутри есть даже мармелад. Возрастной рейтинг у игры 12+. Целых 4 пакетика с мармеладом, как в сейтбоксах. Правила игры и очень много карт. Добро пожаловать в город Zombo, где каждый сам за себя. Сразись в зомби-битве. Помни, выживает сильнейший. В конце игры победитель получает сладости в подарок. Правил довольно много. Сейчас изучу и мы с вами сыграем. Все в колоде 116 карт. Какой прикольный холодный ужас. А вот это их обложки. Еще и перебрать надо все. Цель игры первым избавиться от всех зомби-карт в каждом раунде. Набрать наименьшее количество очков за всю игру. После каждого раунда за карты, которые остались на руках у игрока, начисляются очки, согласно правилам подсчета. Вот они правила подсчета очков. Зомби-очки за каждый раунд суммируются. Проиграет тот, кто раньше всех наберет 666 и более зомби-очков за все раунды. Победителем игры считается тот, кто набрал наименьшее количество зомби-очков за все раунды. Сыграем на двоих со своим воображаемым соперником. Сдаем по 8 карт. Колоду кладем в середину. Выбираем, кто первый ходит. Конечно же я. Открываем верхнюю карту. Далее я смотрю на свои карты и смотрю, могу ли я что-то скинуть, подходящее по цвету, цифре или символу. Что у меня тут есть? Шестерка желтая, тройка, двойка, восьмерка, пятерка, четверка, однерка и четверка. Одни циферки. Выпала карта рассвет. Она означает смени направление игры. Но так как нас двое, я все равно хожу первым, так что проигнорируем ее. Сброшу шестерку, подходящую по цвету. Теперь ходит соперник. Тоже много всяких циферок. Карта холодный ужас, пропусти ход. Соперник скинул девятку. Теперь я хожу. Девяток у меня есть, скину восьмерочку. Если у вас нечего скинуть, тогда берете карту из колоды. Вот у меня теперь ничего нету. Беру карту. Полнолуние. Это своеобразное проклятие. Кладу ее, оно по цвету подходит. И соперник берет две карты. И пропускает ход. Но у меня нету этого цвета. Я беру еще одну карту. К сожалению, ничего положить не могу. Ход переходит к сопернику. Так, а у него есть тоже рассвет и полнолуние. И он кинет полнолуние, и я получу две карты, и пропущу ход. Как я понимаю, можно в свой ход скидывать несколько карт, если они подходят. Так, он может скинуть пятерку, единичку, а потом и рассвет. Смени направление, и он опять ходит. Но ничего нету. Берет карту, не подходит. Мой ход. Так, у меня что есть? Десятка желтая. Есть десятка красная. Все. Следующий ход. Он кладет десятку. И мой ход. Эх, не везет мне. И ему не везет. Зомби гимн. Придумай, исполни гимн зомби. Далее выберет цвет карт. Продолжи игру. Я зомби, 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 а вовсе не медведь. И как приятно зомби по земле ходить. Придумал. Теперь я могу выбрать цвет карт и продолжить игру. Так, каких карт у меня тут много? Фиолетовых. Выбираю фиолетовый цвет. И я выиграл этот раунд. Вот так вот быстро скинул все карты. Теперь мой соперник подсчитывает очки. Холодный ужас. 20 очков. 28. 35. 37. 44. Мой соперник набрал 44 очка. У меня 0. Давайте сыграем еще один раунд. Перетусуем колоду. И сдаем по 8 карт. В следующем раунде ходит тот, кто выиграл первый. Я выиграл, я и хожу. Открываем первую карту. Холодный ужас. Пропускай ход. Соперник пропускает. А я продолжаю. Ух ты, у меня еще есть холодный ужас. Пусть еще пропустит ход. И еще пропустит ход. А я положу вот такую шестерочку. А потом вот такую шестерочку. И все. Так. 10 карта череп. Пропусти ход и возьми 3 карты из колоды. Скидывающий карту игрок называет цвет для продолжения игры. Страшилка. Так, давайте. Вот так. Я могу сыграть карту страшилка. Мне надо продолжить страшилку из 2-3 предложений. В одном черном зомби городе, на черной зомби улице, в черном зомби доме. Жила зомби семья. У них была зомби собака и зомби кошка. Которая съела зомби мышку. Вот такая страшилка. Скинул череп и теперь я должен взять 3 карты и пропускать свой ход. Когда скидывается карта череп, нужно называть цвет. Пусть цвет будет фиолетовый. Полнолуние. Пропусти ход, возьми 2 карты из колоды. Жуткую рулетку тоже можно скинуть. И получается мой соперник выиграл. Буду считать очки. Рассвет 20, 22, 32, холодный ужас 20, 52, 61, 81, 86 и рулетка 40. 126 очков я набрал. Ничего себе. Давайте, наверное, сыграем еще один раунд. Хочу отыграться у этого злобного соперника. Ну и с правилами я теперь более-менее разобрался. Ходит соперник. Так, красная семерка. Неплохо, он скинул карты. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Так, он выиграет. Надо ему другой цвет поставить. И так тоже он выиграет. У него тройка. Негодяй. Хм, надо вот так сделать. А потом положить зомби-гимн. И придумать зомби-гимн. Зомби-самые добрые существа на свете. И выбрать цвет. Я-то знаю, что у него зеленый. Пусть будет фиолетовый. Теперь он ходит. Полнолуние. Пропусти ход, возьми две карты из колоды. Это он мне откинул. А у него-то зеленый подходит. И он выигрывает. Не везет мне. Буду считать карты. Череп 40, 49, 53. Ну что, проиграл я своему воображаемому сопернику. Мне игра понравилась. Очень интересная. Если еще много народу собрать, будет круто поиграть. А в конце полакомиться мармеладом. Теперь давайте сыграем в Зомбарио. Какие жуткие зомби-ки на обложке. Здесь тоже 4 пакетика с мармеладом. Правила игры, какая-то карта. И 2 колоды карт. Ух ты. Зомби-сэнс. Некролэнд. Хорориум. И Дэдволд. 4 области обитания зомби. Вот такие тут зомби-ки есть. Их нужно собирать. Памятка игрока. И правила. Правил-то побольше, чем в предыдущей игре. Буду изучать. Вам предстоит собрать отряд зомби и устроить великую зомби-битву. Кроши-круши. Используй боевые силы зомби. Наведи панику и ужас. Выигрывает тот, кто победит зомби и наберет наибольшее количество зомби-очков. Продвинутым это по силам. В конце игры победители получают сладости в подарок. Игра идет из двух этапов. В первом этапе нужно набрать отряд из трех игровых зомби. А далее начинается зомби-битва. Все в колоде 108 карт. Из них 96 зомби-карт, 12 карт зомби-сил и 4 дополнительные карты зомби-карты. Зомби есть из четырех областей. У каждого зомби есть числовые значения. Вот им 18-9, 14-7, 8-4. Когда идет битва, голова дерется с головой, туловище с туловищем, а ноги с ногами. Если зомби собран из одной области, например красной, то используется большее число, 18. А если из разных, например, голова красная, туловище желтое, то меньшее число 9. А вот если вы соберете зомби, как на картинке, то это будет золотой зомби. И его число, вот это 18, умножается на 2. 36. Далее зомби сражается. Например, у этого 18, а у этого 10. 18-10 равно 8. 8 очков запишется игроку вот этого зомби. Давайте попробуем сыграть. Каждому игроку сдается по 5 карт. Колода остается в центре. Нужно первому успеть собрать отряд из трех игровых зомби. Когда первый кто-то соберет трех зомби, игра останавливается и начинается битва. Свой ход нужно выполнить обязательно два любых игровых действия. Их всего три. Первое. Взять одну карту и убрать в руку никому не показывая. Второй игровой ход. Сбросить любое количество карт с руки в колоду сброса и взять столько же карт сверху из игровой колоды. И третий игровой ход. Приступить к созданию отряда зомби. При условии, что у вас на руках есть три карты, из которых можно собрать игрового зомби персонажа. Начинать надо всегда с головы. Можно собирать сразу несколько зомби. Но всех обязательно с головы. Потом туловище, ноги. В колоде также есть З-карты, которые означают начало битвы. С ними очень много маленьких нюансов. Прочитайте в правилах. Давайте начнем. Так. Две желтых ноги, одна желтая голова. Серая голова и серые ноги. Так. Можно попробовать желтого зомби собрать. Так. Вот эту оставить побольше цифры. Где памятка? С этой головой какие ноги идут? А, вот эти. Можно золотого зомби собрать. Вот эту карту попробовать выкинуть. В сброс ложим. И одну берем. Ну, не тот зомби попался. Но все равно из одной области уже есть. И нужно второе действие выполнить. Либо в темную брать, либо выкладывать. Давайте начнем выкладывать. Здесь что у нас? Голова, ноги. Опять голова, ноги. Так. Это что, туловище? Можно тоже зомбика одного собрать. Тогда этого оставляем. А к этому нужно туловище. Давайте возьмем одну в темную. Ух ты! Зомбик собрался. Да это же золотой зомбик. Круто. И начинаем выкладывать. Так. Давайте одну в темную возьмем. Попались ноги. Такие ноги уже были. Но не побольше. А вот эту обменяем. Голова попалась. Здесь мы точно выкладываем зомбика золотого. И наверное... Давайте одну в темную возьмем. Или... Нет. Да, давайте. Серые ноги не нужны. Так. Что же делать-то? Кто-то голова посильнее. Обменяю одну карту. Ладно, буду выкладывать. Хоть такого зомби. Да, выкладываем золотого зомби. Которого очки на два будут умножаться. Есть вот такой зомби. В принципе, можно... Начать выкладывать еще одного зомби. Выложим зомби. И обменяем вот эту карту. Нет. Не обменяем, а дополнительно возьмем. Еще одна голова. Выложим туловище. И возьму дополнительно карту. Фиолетовые ноги. Так. Будем выкладывать серого зомбика. А вот эти поменяю две карточки. Давайте да выкладываем второго зомбика и карту в темную. Серый. Ага. Осталось найти голову и можно третьего выложить и начать битву. Тут, наверное, возьмем одну в темную. Сколько ног? Самые лучшие ноги вот эти. И вот эти три поменяю. Раз, два, три. Я собрался желтый. Еще серый. Головы нету. Тогда вытащим в темное туловище. Нужно искать голову серую. Поменяю две. Раз, два. Не нашел. Так. А тут что нам надо? Можно, в принципе, оставить. Возьмем одну в темную. И вот эти две сменяю. Они мне не нужны. Так. Раз. Ух ты! Золотой зомби. Здорово. Кстати, опять я накосячил. Не мог я выкладывать. У меня же целого зомби в руке не было. Ну, в первый раз, когда играешь, всегда косячишь. Здесь мы ищем серого. О! Можно такого собрать. Возьму в темную. Так, голова желтая. Голову оставлю. И вот эти две поменяю. Ну-ка. Да е-мое! Не везет. Так, а тут что у нас? А пусть я начинаю выкладывать. Так, серый пока в сторону. На голову. И возьму одну в темную. Ух ты! Гильотина попалась карточка. Есть гильотина, есть допель и мантия. Эти карты начинают битву. Гильотина, например, уничтожает полностью вражеского зомби. А за побежденного зомби нападающему игроку начисляется сумма зомби-очков всех трех карт вражеского зомби с учетом его области обитания. Так что это классная карточка. Так, давайте возьмем одну темную. О, зомби-карта. При помощи нее можно сразу начать битву. Вернее, ты даже обязан ее вытащить. Сразу кладется и битва начинается. Я-то не успел здесь выложить золотого зомби. И поэтому, похоже, я проиграю. Посмотрим, как идет битва. Нападающий выбирает, на кого напасть. Но так как мы играем вдвоем, нападаешь, конечно же, на этого. Давайте этим зомбиком было нападать на вот этого. Вначале используются зомби-силы. У этого игрока нету зомби-сил. А у этого-то есть гильотина. И он такой, бам, уничтожая вот этого зомби твоего золотого. И этому игроку нужно начислить очки. Это золотой зомби. 32 очка. 16. 48 получилось. И 4. 52 очка. Карты идут сразу в отбой. Ему остается нападать только вот этим зомби на вот этого. Начинаем битву. Используем первую цифру, так как он из одной области. И у этого также. 14 и 14. Получается 0. Никому очки не достаются. 8 и 10. 2 очка этому сопернику. 8 и 8. Никому. Итого получилось. Плюс 2 вот этому. Эти зомби подрались. У этого игрока осталась еще одна голова. Ему запишется 9 очков. Итого по ходу битвы у этого игрока 0 очков. А у этого 55. Далее колода замешивается. И начинается новый раунд. В принципе игра очень классная. Вот такие страшные интересные игры с зомби тематикой от конфитрейд. Вы можете приобрести в магазинах лента. Мне эти карточные настолки понравились. Динамичные, интересные. Отлично подойдут для большой компании друзей. А вам понравились зомби игры? Хотите сыграть со мной? Поделитесь в комментариях. Всем пока. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Жмите на колокольчик. Делитесь видео с друзьями. Ставьте лайки. Пишите интересные комментарии. Ну а я пойду звать друзей, пить чай и рубиться зомбариум из зомба.